Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Начать это видео я хочу с двух, так сказать, спасибо. Во-первых, огромное спасибо всем зрителям и особенно подписчикам моего канала, ведь без вас не было бы этого видео. А во-вторых, спасибо компании Genius, которая сделала мне такой подгончик с игровыми девайсами на Новый год. И сразу небольшая оговорка. Это не реклама, обзор не проплачен. Мне просто заслали эти штуковины, а потому все, что я сейчас вам наговорю, это совершенно мое личное мнение и никто и ничто на это не повлияло. На текущий момент моей клавиатурой является гигабайтовская Айвия, которую я купил еще при покупке компа года так 3-4, а может быть и 5 назад. Айвия заслуженный фаворит среди геймерских клавиатур того года и возможно некоторых последующих. Мне ее посоветовали при покупке компа, и я сам на тот момент о ней ничего не знал. Зато все знакомые геймери говорили в итоге, что она просто божественна и даже завидовали мне. На тот момент это была моя первая и до этого дня единственная геймерская клавиатура, которая имела ряд неудобств. И я планировал ее поменять, если честно. И тут такой подгончик замечательно. Ну и соответственно Скорпионка 20 я буду сравнивать с текущей Айвия. И еще одно. Это мой первый опыт в подобного рода обзорах. Выходить они будут не очень регулярно, а только тогда, когда есть на что. В ближайшем плане у меня есть еще 3 штуковины на обзор. В любом случае лайки, дизлайки и главное советы в комментариях крайне рекомендуется. Ну а начнем мы с самого начала. С коробки. Обычная, тонкая. Не уверен, что сможет сама по себе выдержать перевозку в почте России, если внутри конечно нет дополнительной защиты. На коробке название, штрих-коды и немного маркетинговой информации для тех, кто покупает в магазине. Внутри, как и предполагалось, нет никакой доп. защиты. Ну и места под это нет. Клавиатура плотно сидит в коробке. Кроме самой клавы и небольшого бумажного руководства, в коробке больше ничего нет. И вот я уже чувствую и вижу несколько отличий от моей Айвы. Во-первых, клава достаточно легкая. Точнее, как бы вам сказать, вот Айва это примерно 10-килограммовая гантеля. Мне было проще системник, чем клаву сдвинуть с места. Плюс это или минус решайте сами, но легкая К20 мне пока нравится больше. Возможно просто из-за новизны ощущений. Во-вторых, на К20 нет портов USB и нет миниджека для наушников и микрофона. А в Айве они были. И клавиатура служила неким проводником для этих портов. Правда, при этом сама требует два USB порта и занимала слоты под наушники и микрофон. Но учитывая, что у меня есть отдельный USB хаб на столе и звуковая выводится специальная приблуда, я ничего не теряю. И в Айве этими портами пользовался очень редко. Для кого же важно наличие этих портов, знайте, в К20 их нет. Зато есть всего один тонюсенький шнурок, что с одной стороны, конечно, гораздо удобнее, чем толстенный негнущийся канат у Айве. Но зато я не волновался, что его перегрызет кот. А вот насчет К20 я ручаться не буду, только время покажет. Так, еще один момент. У К20 нет подложки под кисти. Это плохо. Я не знаю почему, но раньше она была и было хорошо. А сейчас я не знаю. Дальше попробуем ее в деле и скажу, насколько это критично. Давайте взглянем на описание. Одновременное нажатие на 26 клавиш? Но зачем? Кому это вообще нужно и как это можно реализовать при помощи 20 пальцев? Какой маркетолог додумался выводить это в главный плюс клавиатуры? Я не собираюсь биться об нее головой и тем более требовать, чтобы она при этом точно реагировала. Кошмар какой-то. Мультимедийные клавиши это хорошо, но плохо, что они не программируются. Да и вообще, кому в 2К17 нужны мультимедийные клавиши? Обычно их выводят на клавиши F1, F12, FN и не парятся. Но тут они заняты. И получается в К20 нет ни одной программируемой клавиши. Макросами вайве я пользовался за все годы буквально несколько раз. Но их наличие, особенно на геймерской клавиатуре, важно и даже обязательно. Светится К20 по идее семью цветами. Хотя я насчитал только 6. Синий, розовый, красный, оранжевый, желтый и зеленый. И то преобладают тут только синий, красный и зеленый. Жаль, подсветка статична. Нельзя менять цвета или располагать их так, как хочется. Но с помощью горячих клавиш, тех самых FN, F1 и так далее, можно отключать ее вовсе, сделать ярче или пульсирующей, что уже что-то. Хотя самое главное, свое дело эта клавиатура делает. Со стороны смотрится невероятно круто. Ну и в темноте все клавиши видны. Давайте ее подключим и попробуем. Она действительно оказалась гораздо легче предыдущей. Хотя по стулу просто так не ездит. Но возможность передвигать клавиатуру это приятное ощущение. Не уверен, что меня поймут, но это так. Отсутствие подставки под кисти заметно. Хотя и обращаешь на это внимание не сразу, а только лишь когда акцентируешься на этом. С ней мне как-то попривычнее. Попробую приделать от старой. Клавиши мягкие, незвонкие. Отличная отдача, чувствуется каждое движение. Если вы живете с кем-то в одной комнате, то стук клавиш не сильно будет отвлекать вашего соседа, особенно часа в три ночи. Клавиши на ощупь очень приятные, матовые. Рука ложится легко и мимо клавиш даже вслепую промахнуться сложно. Мультимедийные и горячие клавиши работают отлично, без установки любого дополнительного ПО. Подконтакт и под любые другие программы. Буквы и русский и английский, но английский немного больше. Впрочем, любой геймер в ASD найдет без проблем. Также она оснащена подъемными рычагами. С двумя уровнями. Для меня это очень важно. Я люблю, чтобы клавиатура стояла под наклоном. Нижняя синяя подсветка идеальна, если нужно в темноте что-то записать. Хотя и читать книги с ней довольно сложно. Так, внешне вроде все. Давайте проверим ее теперь тактильно, в каком-нибудь шутанчике, например в овервотче. Скажу сразу, рука легла как влитая, клавиши расположены на оптимальном расстоянии друг от друга, и тактильные ощущения очень приятные. Клавиши при нажатии немного амортизируются и сопротивляются. Нажать на две рядом стоящие клавиши случайно невозможно. Очень часто геймерские клавиатуры довольно сложны в освоении для печати текстов. К Ivy я так и не привык. Это одна из причин, по которой я планировал ее поменять. А с K20 нашел общий язык сразу. Это не может не радовать на самом деле. Так что в целом клавиатура нормальная. А учитывая новогодние праздники, она может стать приятным подарком себе любимому. Давайте подводить итоги. Клавиатура смотрится круто. Для геймерской это важно. Приятность небольшой отдачи нажимается, несмотря на то, что клавиатура мембранная. Подсветка есть, и в ней вроде даже 7 цветов. Легкая, относительно компактная, на столе не люфтит. Симпатичный скорпиончик виде лого тоже доставляет. Но она выглядит как будто шаблон. Как будто подготовленный макет, образец. Самый обычный бургер с сыром в виде подсветки, но без топпингов с грибами, острого соуса, бекона и дополнительной котлеты. Мы ведь говорим о геймерской клавиатуре, которая во многом делается для воебонов, уж просите меня за это слово. В ней нет макросов, в ней нет USB портов и портов для наушников с микрофоном. В ней нет подставки под руки, у нее довольно обычный тонкий кабель, который мой кот сможет съесть на завтрак. У нее нет программы управления клавиатурой для дополнительной настройки подсветки и разных режимов. Не знаю зачем, но она нужна, ведь в этом смысл. Зато у K20 есть сомнительные мультимедийные клавиши и автовыключение подсветки в клавиатуре, если ее долго не касаться. Вот я завтра приду к друзьям и скажу, что у моей клавы нет программируемых клавиш. Да меня насмех поднимут, а потом начнут мериться у кого из них больше этих самых клавиш. Нет, вы не думайте. Клавиатура отличная, хорошая, удобная, приятная на ощупь. В Overwatch начал играть сразу как на родной, но это явно не клавиатура, чтобы выпендриться перед матерыми геймерами количеством настроек. И несмотря на то, что это самая низшая модель из всей линейки геймерских клавиатур от Genius Scorpion, то есть есть еще как минимум 4 более накрученные модели, где и программируемые клавиши есть, и всякие тумблеры, и шнур нормально сделан. Лично я готов поменять свою Avia и на K20, потому что знаю, насколько бесполезными в итоге являются все эти дополнительные штуковины. А свою главную роль K20 выполняет отлично. Ну и последнее. K20 можно купить примерно за 3000 рублей. Не самая дешевая клавиатура, но довольно недорогая для геймерской. При том, что это довольно новая линейка клавиатур. А вот Avia из-за своих наворотов, даже сейчас, хотя 5 лет назад она уже вовсю продавалась, стремится к 8000, 3000 и 8000. Недешево у нас нынче оцениваются USB хабы. Еще раз спасибо Genius за подгончик для обзора. Буду рад новым посылочкам, особенно бы хотелось взглянуть на наушники. И конечно же спасибо всем, кто посмотрел этот обзорчик и оценил его. А на этом у нас все. Видео заслужило лайка, я подписку на канал. Буду рад вашим комментариям и советам по поводу такого рода видео. Крайне благодарен всем, поставившим лайк и дизлайк. Ну и давайте уж похвастаемся в комментариях, у кого что из геймерских приблуд стоит на столе. Свои я тоже там озвучу. Ну а на этом все. Следующее видео будет с новогодним Ведьмаком. Увидимся в нем. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok